Привет всем! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить шоколадный торт. В общем, и коржи шоколадные, и крем шоколадный. Вкусный шоколадный торт, он такой влажный, нежный, сочный, по бокам украшен орехами. В общем, всем любителям шоколада рецепт для вас присоединяйтесь. Если вы хотите получать уведомления о всех моих новых видео после того, как они только вышли, нажмите на колокольчик возле кнопки подписка. Продукты для коржей очень простые. Мы будем печь один корж. Посмотрите, мне нужно 5 яиц комнатной температуры, немного соли, столовая ложка какао, мука и сахар. В общем, это все. Я буду взбивать миксеры. Вы можете делать ручным миксером, просто тогда будет дольше. Взбивать яйца нужно до хорошей устойчивой пены. Так, посмотрите, какие пышные получились яйца, такая устойчивая пена. У меня очень мощный миксер, я взбивала минуты 4. Ручным миксером, предположим, где-то ватт по 600 будет дольше, минут 6, поэтому засеките время. Сразу весь сахар сюда отправляем и щепотку соли. И еще взбиваем минуты 2-3 до растворения сахара. После добавления сахара масса становится более эластичной, вы видите, как по венчику она стекает. И более такая глянцевая. Так, теперь обязательно сито. И сразу в сито сюда просеиваем муку и какао. Значит, ваниль я не добавляю, потому что шоколадный торт, и, как по мне, шоколад, ну, так знаете, он будет перебивать ваниль. Поэтому просеиваем муку с какао. Если вы не уверены в своей духовке, тогда можно добавить пол чайной ложки разрыхлителя. Но по рецепту его нет, я его не добавляю, у меня духовка хорошо печет. Так, ну, собственно, все. И теперь перемешиваем с мукой. Я на миксере ставлю самую маленькую скорость, но вы можете делать это просто лопаточкой. Тесто отправляем в форму. На дно формочки пергаментную бумагу. Форма диаметром у меня 20 см. Отправьте в разогретую духовку на 180 градусов. Приблизительно на полчаса проверяйте деревянной палочкой. Когда корж испекся, он у меня остыл прямо в формочке. Я беру десертный нож и по краю формы отделяю его. Нужно хотя бы часа полтора-два дать ему постоять. Вуаля! Получается вот такой высокий корж. Теперь нужно перевернуть и снять пергамент. Вот такая красота у нас получается. Сделаем пропитку. Возьмем кастрюлю с плотным дном. Нам нужно два одинаковых стакана. Беру один стакан сахара. Если у вас другие стаканы, это не важно. Чтобы они одинаковые были. Один стакан сахара и один стакан вина у меня. У меня просто обычное домашнее вино. Можно взять покупное, можно взять коньяк, ром. Если вы без спиртного хотите делать, тогда возьмите обычный сок. Подогрейте его и пропитайте коржи. Где моя ложка? Ну, я что буду делать? Очень вкусно со спиртным. Вот сахар со спиртным я буду выпаривать на среднем огне, чтобы получилась такая немножко вязковатая структура пропитки. Спирт весь выпарится и останется только вкус. Крышкой накрывать не нужно, потому что должен выпариваться весь спирт. Я его особо не мешаю. Вот так вот сейчас, чтобы сахар растворился и все. Можно сладкой водой пропитать. Те же самые пропорции с водой. Закипятить, сделать такую густоватую смесь сахарную и пропитать. Это уже как хотите. Сок берите любой для пропитки, если делаете детям. Какой я предлагаю сделать крем? Во-первых, обязательно должна быть вареная сгущенка. У меня 200 грамм масла и 200 грамм вареной сгущенки. Но чтобы этот крем был на вид шоколадный и по вкусу был как с шоколадом, я добавлю какао. Как я делаю? Масло я буду взбивать в миксере отдельно. Оно должно быть такое, знаете, уже мягкое, подтаявшее. А сгущенку я буду в это же время взбивать отдельно в блендере, чтобы у меня одновременно взбились эти две массы, а потом я их соединю. Пока готовила крем, пропитка закипела. Сделайте средний огонь и пусть булькает минут 20-25. Во взбитое масло отправляем сгущенку и просеем сюда какао. В крем орехи я не добавляю. Вы по желанию можете, но я только украшаю орехами. Так, теперь миксером все это хорошо взбиваем. Когда оно все смешивается, я беру 10 грамм обычного подсолнечного масла. И вот так вот тонкой сыртруйкой доливаю. Такая гладкая, однородная текстура крема получилась. Вот таким образом. Все это дело убираем венчик, он больше не понадобится. Перекладываем крем в отдельную емкость, крем готов. Корж мы испекли, ждем только пропитку и сейчас займемся орехами. Я использую грецкие орехи, вы можете брать совершенно любые орехи. Так, отправляем орехи в блендер. Посмотрите, слишком в муку перебивать орехи не стоит. У вас должны быть и мелкие кусочки, и покрупнее. Сейчас я покажу. Вот такие большие, конечно, я буду еще раз мелить. Ну, вот где-то вот так. Масса у меня прокипела 25 минут. Она уже такая, знаете, как густоватая немного. Я ее выключаю и жду, чтобы она немного остыла. Она должна быть чуть-чуть теплая. Торт разрезаем на три части, на три коржа. Немного я срезаю вверх, чтобы был ровный торт, когда мы соберем его. Так, вот такой получается внутри. Посмотрите, это один и эту часть тоже на два раза. Немного крема на подложку, чтобы не ерзал сам корж. Так, значит, первый коржик. Сначала пропитаем. Значит, посмотрите, вот уже у меня прошло время. Видите, какое оно такое, чуть-чуть густоватое. Пропитываем. Значит, тут уже дело вкуса. Кто-то любит более мокрое, кто-то любит более сухое. Поэтому пропитывайте здесь по вкусу, как кому нравится. Я люблю влажные, поэтому пропитываю хорошо. Все, кто не делают торты с алкоголем, вы можете заменять. Вот мне кажется, что идеально, конечно, сюда виноградный сок или вишневый сок. Вот так вот пропитывать. Можно, мне кажется, даже пропитывать в такой пропорции стакан сахара, стакан сока. И получится вот такая густоватая помазка, которой можно будет пропитать весь корж. Посмотрите, какая красота. Теперь сверху промазываем кремом. Сверху закладываем второй корж. Ровненько его выкладываем. Немножечко придавливаем. Вот так. И пропитываем сверху. Самый верхний, третий корж, промазываем отдельно на тарелке. И промазывайте его немножко. Потому что я его буду переворачивать пропитанным вниз. И чтобы он у вас, так сказать, не развалился от того, что он влажный. Вот так вот, не очень много пропитки на него. Вот так вот накрываем. Выравниваем. Немножечко придавливаем, чтобы было ровно. И затягиваем весь торт кремом. Присыпаем тот торт орехами. Теперь торт готов. Убираем его в холодильник на несколько часов, чтобы он полностью пропитался. Я уберу на целую ночь. Посмотрите, как торт выглядит с утра. У меня постоялась целую ночь. Все ходят вокруг да около, всем хочется тортика. В общем, сейчас к завтраку буду резать. Вот как выглядит торт в разрезе. За час до подачи его надо выставить из холодильника, чтобы крем все-таки масляный, чтобы он немножко потал. Вот так выглядит общий торт в разрезе. Это очень вкусный торт. Это влажный торт. Он шоколадный. Крем. Вы никогда даже не поймете, что там вареная сгущенка внутри. Настолько вкусно. Пропитка вот эта вот. Ну знаете, такая вот. Все-таки чувствуется, что таким пропитали. Прямо чем-то спиртным. Мне очень нравятся такие торты. Я их люблю. Их можно украшать совершенно по-разному. Сейчас буду пробовать, описывать. Сейчас будем пробовать всю эту красоту. Вот так аппетитно выглядит. Вау! Только орехов. Итак, пробуем. Хочется сразу второй кусок здесь есть. Очень сочный торт. Именно влажный торт. Вот знаете, когда готовишь такие торты, ты ожидаешь вкус определенный. Какой-то вот заложен с детства вкус шоколадного, вкусного торта. Сочного. И когда ешь этот торт, это именно тот вкус, который ты ожидаешь. Иногда покупаешь какое-нибудь пирожное в магазине, а оно совсем не такое. То вот здесь именно то, что ты ждешь. Вот что я ждала сегодня всю ночь. До сегодняшнего утра вот он. Этот влажный, вкусный торт. Очень вкусно. Крем идеально сюда подходит. Вот нужно делать именно вот так. Не просто масляный, а с изваренной сгущенкой. С добавлением какао. Очень-очень вкусно. Украшать вы можете любыми орехами. Но мы всегда украшали вот такими вот грецкими, потому что как-то грецкие всегда у нас есть. Я вам очень настоятельно рекомендую это приготовить. Очень вкусно. Отдаленно торт похож на Прагу. У меня есть несколько вариантов Праги. Под видео Дима оставит ссылки. Перейдите, посмотрите на моем канале, кто любит Прагу. Что-то такое сродни есть. Хотя коржи разные, но очень похож на Прагу. Хотя гораздо дешевле, чем готовится Прага. Ну, в общем, как альтернатива. Вот такой шоколадный был торт. Приготовьте на выходных. Вы останетесь супер-пупер довольны, я уверена. Все любители шоколада и сладкого торт просто для вас. Спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.